всем привет с вами ваш переводчик а слухам и сегодня у нас реакции из канады это наш давний друг кен лавинь также я прямо только что записал свое второе видео на своем новом канале где я перевожу иностранные песни на русский язык строго не судите я не певец но я старался ссылка в описании и закрепленном комментарии всем приятного просмотра всем привет добро пожаловать на наш канал и я являюсь штурманом этого корабля я певец и преподаватель по вокалу сегодня мы посмотрим и его версию это про горбуна из нотердам де пари перед тем как мы начнем пожалуйста не забудьте подписаться и кликнуть по колокольчику чтобы не пропустить новые видео каждую неделю я стараюсь делать для вас интересный контент также не забываем пролистать вниз и написать свой комментарий если вы новичок я подпишусь на вас также я максимум постараюсь ответить всем кому смогу и это не первая наша вылазка на территорию димаша димаш это сама музыка и да мне не терпится посмотреть как он здесь выступит я думаю это будет какое-то оперное музыкальное представление я не смотрел это выступление поэтому не знаю что тут будет знаю только что это на французском и это давняя история о горбуне из нотердама и так у нас есть субтитры на английском языке пора начинать 3 2 1 начнем какой низкий голос я думаю изначально в оригинале это был соло монолог для бас баритона и вот это должно быть баритон он не похож на димаша вау ешкин свет у этого парня подлинный оперный баритон это очень сладкозвучно так мужественно ну ладно почему у него оружие в руках очевидно это история о некой одержимости о желании о неконтролируемом желании и я пока не понимаю что за взаимосвязь между димашем и баритоном на этой сцене я не могу предоставить никакого контекста извините если вы ждете этого может быть среди вас найдется интеллигентный человечек который знает больше об этой истории чем мы все и расскажет нам об этом в комментариях димаш вы чувствуете разницу между этими двумя голосами димаш тоже может звучать как баритон но это два разных случая у первого очень глубокий баритон оперного стиля который поет именно в музыкальных театрах такой насыщенный это тот случай когда у тебя очень насыщенный голос и тебе еще нужно понизить его потому что это слишком много для вот этих маленьких микрофонов куда они поют это петличные микрофоны пока через мои наушники звучание отличное я не знаю как это будет звучать дальше когда они продолжат но я надеюсь все будет хорошо заметьте разницу у димаша звук немного легче звучит немного в поп-стиле в отличие от насыщенного звука баритона который опускает гортань и поднимает небо звучит музыка звучит 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 голосу димаша присущая небольшая назальность и тоже насыщенный голос он звучит великолепно звучит на идее легата в том что она должна срастаться с самим языком вы услышите разницу когда споет певец француз или тот кто хорошо владеет французским и тот кто просто владеет языками и мастерством пения так как есть такое понятие как связка звуков димаш поет обрывисто поэтому здесь меньше легата он выпускает каждый гласный звук четко и разборчиво но весь кайф французского языка в том чтобы размешать все эти звуки это как масло которое смазывает все и вы можете это услышать и послушайте вот это это словно растягивать и диску давайте вернемся к димашу не посчитайте это за критику это то чему мы должны учиться это песня изначально создана для дуэта потому что тут намечается большая дуэль и это любимая тема в опере а в а а а а а а а а ДАЁКСЕЛЬ МОКСЕЛЬ ЁПЕРНЫЙ ТЕАТР Эта нота просто пронзила меня насквозь. Когда он переходит в верхний регистр, его голос словно сахарная вата. Он такой тонкий, как паутинка, но при этом невероятно сладкий. Как ему удается удерживать этот момент? В таком фальцетном тоне. Это же такой длительный мелизматичный отрывок. ДАЁЁКСЕЛЬ Больше поп-звучание на этих высоких нотах в манере пения Димаша. Вы можете почувствовать разницу красок в этих двух голосах. При этом они гармонично смешиваются. Такая более оперная, настоящая оперная манера пения. Я не вижу его имени. Как же его зовут? У меня тут не видно. Я про баритона. И манера Димаша. Это более поп-стиль. Влитые высокие ноты. Он тут поет очень высоко. Как тенор. Я даже не знаю, как это называется. Что-то типа тенорового белтинга. Только одному Димашу это известно. Ведь никто это так не делает, как Димаш. Они что, сейчас будут стреляться? Да ёлки-палки. Он тут спел, как Мэрайя Кэрри. В чём символизм этого всего? То, что Димаш замочил баритона? Ё-моё! У них будут ещё совместные выступления. Потому что мне понравилась комбинация этих двух голосов. Потрясающе. Очень-очень интересно. Интересный подход. Мне следует узнать больше. Особенно по музыкальной части. Мне понравилась песня. В ней такое чувство. Страсти, которое поглощает тебя. Или скорее, желание, которое порабощает тебя. И ты не в силах вырваться из этого плена. И конечно, это часть из мюзикла «Горбун» из Нотр-Дама. Интересно, как это всё пересекается и как это связано с самим шоу. Может быть, среди вас найдётся интеллигентный человечек, который поможет мне и станет проводником в моём путешествии в прочтении этого шоу. И да, Димаш. Пение Димаша. В классическом жанре кароссовера. С небольшим уклоном в музыкальную театральную оперу. Очень-очень круто. Очень интересно. Прекрасно то, что у нас есть такое чёткое сравнение. Одно из любопытнейших свойств в голосе Димаша – это его гибкость. Он же может взлететь до стратосферы. Как делать нечего. И также хорошо может петь низкие ноты. По-настоящему великолепные парни. Поистине уникальные. Можно услышать развитие. Траекторию развития его голоса. За годы работы над собой. Любопытно. До чего же он дойдёт? Это становится очень интересным. Что будет дальше? И на что ещё будет способен его голос? Когда я в первый раз его услышал, это была как атомная бомба. Это полностью уравняло до нуля. И нивелировало всё, что я знал о способностях нашего голоса. И это всё собрано в одном абсолютно невероятном исполнителе. То, что я говорил по поводу французского языка. Я не лингвист. Я не эксперт по языкам. Не принимайте мои слова за чистую монету. Но это то, что я знаю из своего опыта. Когда поёшь на французском, там очень много нюансов. Которые подкреплены языковыми барьерами. И очень тяжело сымитировать эти звуки. Нужно убрать эти барьеры. Но для этого потребуется много времени. Это всё моя болтовня. Поэтому не принимайте близко к сердцу. Думайте сами. И делайте свои выводы. Всем спасибо за внимание. В погоне за новыми реакционерами. Я как-то забыл о наших стареньких. Я постараюсь перевести все реакции Кена. Если вы покажете, что они вам нравятся. И сделайте это через просмотры, комментарии и лайки. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok